МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа Партбюро. Это политический форум в прямом телевизионном эфире, где обсуждают только одну тему, один вопрос. Кто принимает законы, по которым мы с вами живем? И зачем они это делают? Я Юрий Зинчук. Здравствуйте. Итак, мы сегодня пригласили наших уважаемых гостей, чтобы они ответили на Партбюро, ответили честно и прямо. Итак, сегодня в эфире Партбюро присутствуют следующие уважаемые наши гости. Начну по часовой стрелке. Вот так. Кстати, коллеги, вы обратили внимание, что поменялись трибуны? По-моему, КПРФ раньше было здесь, а Единая Россия стояла рядом с Яблоком. Как вы думаете, почему это было сделано? Ничего не поменялось. Я вот тут и стоял. Вы стояли, но Единая Россия стояла рядом с вами. Равенство соблюдаете. И даже люди поменялись. То есть вы думаете, что здесь какой-то умысел, какая-то политическая интрига? Со стороны редакции. Следующий, на самом деле, я сам с удивлением за минуту до эфира обнаружил, что все абсолютно перемешано. Это наши монтажеры студии вот так вот чисто случайно расставили. Я думаю, что это хорошо. Не будем искать в этом никакого смысла. Мы будем обсуждать только конструктивные вопросы. Итак, поехали. По часовой стрелке у нас партия Яблоко. Заместитель руководителя фракции Яблоко Борис Лазаревич Вишневский. Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Здравствуйте, Борис Лазаревич. Депутат законодательного собрания, председатель контрольной группы законодательного собрания Константин Олегович Смирнов. Здравствуйте, Константин Олегович. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, дальше у нас, соответственно, депутат Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Сергей Анатольевич Анденко, заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Так, и кто у нас следующий идет по списку? Есть. Кривенченко, да, Кривенченко. Где у меня точная должность? Запутался я тут с вами. Много, наверное. Да, много, нет, а все. Кстати, самое большое количество партий по сравнению с другими российскими парламентами. Пять, больше всего. Это мне спикер говорил. Итак, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Анатолий Николаевич Кривенченко, председатель профильной комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга. Зам руководителя фракции. Зам руководителя фракции. Ну и Константин Дурач-Сухенко, депутат Законодательного Собрания, член фракции ЛДПР, председатель финансово-бюджетной комиссии. Все точно? Все так. Комитета лучше. Вы извините, что я так подробно представляю, потому что у журналистов есть такая слабость, они небрежны в должностях, в каких-то фактах. Я считаю, это категорически неправильно, тем паче, когда мы ведем диалог с такими людьми, с политическим эстеблишментом, который, в принципе, и формирует во многом политический ландшафт Санкт-Петербурга. Все должны знать, кто у нас бюджет, кто у нас градостроительство и так далее, и тому подобное. Поэтому я так внимательно, четко вас всех и представил. Кстати, я сразу же обратил внимание, что вы все без пиджаков сегодня. Это чем вызвано? Исключительно погодой. А? Исключительно погодой. Очень жарко. Ну, давайте тогда построим нашу дискуссию следующим образом. Достаточно свободно, неформально и максимально открыто. Хорошо? Может, мне тоже снять пиджак? Это будет правильно. Это так же случайно, как ваши. А что я буду выделяться от депутатов? Применование партии. Да, абсолютно точно. Все, переходим к дискуссии. Первый вопрос, который я хочу, чтобы он стал традиционным в нашей повестке дня. Потому что мы, избиратели, должны знать, что беспокоит людей, принимающих законы, по которым мы живем. И так, первый пункт нашей программы. Он всегда будет. Первый пункт повестки дня. По минуте на каждую партию. Самый волнительный и важный вопрос для вашей партии сейчас. Что вам, уважаемые представители партии, по ночам спать не дает? Какая-то нерешенная проблема? Проект закона? Или наоборот, радость, которая безумно волнительна для вас, и вы хотите с ней поделиться? Поэтому, грубо говоря, повестка дня для яблока, КПРФ, Единой России, Справедливой России, ЛДПР. По минуте на каждую партию. Борис Владимирович, начинаем с вас. Минута пошла. Вам одна минута. Трибума. Минута пошла. Первое, это наш исторический самоцентр и его сохранение. И само то, что для этого необходимо. Второе, это само городское хозяйство, само ЖКХ. Всем известно, что происходит с платы за квартиру. К сожалению, наши инициативы о том, чтобы наш парламент мог бы хотя бы как-то в это вмешиваться и влиять на эти тарифы, они у нас в ЗАГСе не были поддержаны. Что плохо, на мой взгляд. Но мы это продолжим. И смотрите, это плюс. Прошла наша инициатива в Государственной Думе, правда, там еще не рассматривалась. О том, чтобы невозможно было бы разрешать так называемое отклонение по высоте, от предельных параметров. В Петербурге или... Где можно по закону построить на 30 метров, не могли бы разрешить на 500. Но вот очень надеемся, что в Государственной Думе это поддержат. Высотный регламент, ЖКХ. Пожалуйста, вам слово, Константин. Ну, КПРФ прежде всего интересует благосостояние граждан. И мы работаем активно над бюджетом Санкт-Петербурга. В том числе контролируем его исполнение. Бюджет это все-таки услуги, медицина, здравоохранение прежде всего. Вот. И мне кажется, что все-таки становится несколько лучше. Нас интересуют мигранты. Мы внесли и поддержали ряд законотворческих инициатив. И сейчас с нами активно готовится законотворческая инициатива о том, что те организации, которые привлекают мигрантов, должны платить больше налогов. Вот. То есть такой барьер мы собираемся поставить. И третье. Конечно же, нас интересует коррупция. Фракция КПРФ активно поднимала вопросы. В том числе о коррупции, связанной со строительством стадиона на Крестовском острове. И расследование идет. Понятно. Спасибо большое. Сергей Иванович, вам слово. Ну, фракция «Единая Россия», конечно, интересует все вопросы, касающиеся экономического развития города в первую очередь. И, конечно, сейчас особую роль занимает работа по изменению генплана. В каком плане? Вот буквально на последних нескольких заседаниях комиссии я принимал самое активное участие. Потому что то количество поправок, которое внесено в генплан, и попытки усугубить существующее положение изменением даже тех зон, которые уже вызывают некое сомнение, они, к счастью, в настоящее время находят действительно серьезный отпор со стороны комиссии и не позволяют, так сказать, изменять в худшую сторону генплан. Я приведу живой пример. Вот только на северном направлении при выезде из города по Выборгскому шоссе за полгода последний город просто встал. Почему? Допущены грубейшие градостроительные ошибки, которые приблизили строительство, всякое строительство к шоссе. И шоссе уже категорически не справляется. И это только один такой пример. Таких примеров очень много. И второй вопрос, конечно, который волнует все население по результатам социологических опросов, и в том числе «Единую Россию», это, конечно, миграционная политика. Здесь я целиком и полностью согласен с Константином Олеговичем. Здесь нужны принимать серьезнейшие меры, но в рамках закона. Они должны быть серьезнейшие. Все, время истекло. Кстати, вы очень точно нащупали вот этот информационный пульс, потому что вопрос относительно изменения генплана это тот вопрос, который мы сейчас будем обсуждать. Давайте. Так, пожалуйста, вам слово. Конечно, справедливая Россия, как оппозиционная партия, партия социальной направленности поддерживает все инициативы, которые здесь были уже сказаны. Но в эту неделю, в этот прежиток времени, который мы не собирались, нас особенно волновал один вопрос. 22 июня. День памяти. Святой день для всех русских, российских, советских граждан. И нам казалось, что те мероприятия, которые проходят в этот день, ни к чему хорошему привести не могут. К сожалению, у нашего посещения... Что вы имеете в виду? Я имею мероприятие такого широкого международного форума, надеюсь, мы сегодня его обсудим, экономический форум. А, вот. Поэтому надо все-таки смотреть, а в эти мистические дни, которые есть в нашей истории, их много. И второе, которое бы мне хотелось затронуть вопрос, это, безусловно, те негодные проекты, которые продолжаются, которые вроде бы так затормозились, но продолжаются. Это намык в Сестрорецке, в районе Сестрорецка, Финского залива, и южный город, который мы говорим. Город-Приград. Мы против его выступаем и сейчас. Вот эти проблемы у нас действительно волнует. Хорошо. Пожалуйста, Василий Иванович, Вам слова. Вот все люди сейчас, у кого дети заканчивают школу, у кого дети заканчивают институты, вот все сейчас беспокоятся, на мой взгляд, вот точно о том, что происходит со школой, что происходит с поступлениями в ВУЗы, что происходит с зачислением в детские садики. И вот об этом сегодня надо говорить. Только что прошли алые паруса, выпускной вечер для всех школьников. Только что вот отгремели все, и все впереди. Кого 1 сентября возьмут в школу? Возьмут ли по месту жительства, ребят? Вот о чем нужно сейчас думать и говорить. Вот какие проблемы нужно решать. ЛДПР за умную Россию, ЛДПР за тех детей, которые слава и гордость нашей страны продолжат. Детские сады, школы, институты. Что творится там? Что с ЕГЭ? Сколько можно говорить? Опять сегодня начинаем день с того, что в Коммерсанте развенчаны все эти успешные сдачи ЕГЭ. Все, кто сдали на 100 баллов, на 80 баллов, везде приписки. Сколько лет будет говорить ЛДПР? Отмените ЕГЭ, прежде чем его отменят. Мы против ЕГЭ. Мы требуем его отмены, мы требуем, чтобы всех зачисляли в ВУЗа свободно, чтобы от успеваемости зависел абитуриент и студент уже по итогам первого курса. Все, время сякло. Вот о чем сегодня надо говорить. Спасибо. ЕГЭ, детские сады ЕГЭ. Коллеги, итак, вот формируя, извините, за журналистский сленг... По поводу ЕГЭ очень хочется поговорить, значит, после... Мне актуально, значит, у меня сын закончил школу, сейчас только что это сдавал. Все, Борис. Поэтому это у меня вот с утра и до вечера. Сейчас, сейчас, давайте, все так. Извините за журналистский сленг, формируя шорт-лист наиболее важных, главных, насущных вопросах, ну, отбрасывая то, что действительно вечно как борьба добра со злом, то есть я имею в виду проблемы ЖКХ, социально значимый бюджет, формируем следующую повестку дня. Генплан, миграция, изменение генплана, миграция, ЕГЭ. Тем более, вопрос миграции, как вы знаете, после заявления мэра, сейчас уже, который идет на выборы, Сергея Семеновича Собянина. Кандидатом. Да, кандидатом. Да, Сергей Семенович Собянин. Эта тема, естественно, что говорится в Москве, аукается, естественно, в Петербурге. Генплан, миграция, ЕГЭ. Но перед тем, как перейти к этим темам, все-таки давайте обсудим то, что главное событие, главное экономическое событие нашего города в этом году, это прошедший экономический форум. На 130 миллиардов рублей заключены договора, очень интересные, допустим, я знаю, что 100 миллиардов водоканал получит от ВТБ, создание агропромышленного парка, что-то такое совсем невероятное, 3 миллиарда евро в совхозе Шушары это будет реализовано. Потом с японцами подписан какой-то договор относительно идентификации личности по биометрическим данным местах массового скопления людей для безопасности. Много-много-много всего. Но я хочу спросить вас, вот это что, жар холодных чисел или действительно Петербургский экономический форум, это очень важное, значимое событие, которое потом отражается на реальной жизни каждого жителя города? Что-то я не совсем с вами согласен. С чем они согласны, пожалуйста? Я ничего не заявлял, я лишь констатировал факты. Что все те цифры, которые вы объявили, являются факты. Половина, если не больше, из этих так называемых договоров, это договоры, протоколы о намерениях, которые, может быть, будут, может быть, не будут. Протокол о намерениях, это все-таки не договор, заключенный по факту уже выделения тех или иных средств. Очень много таких протоколов мы видели на предыдущих форумах экономических в Санкт-Петербурге, но эффект от них был незначительный. Анатолий Николаевич, позвольте с вами, согласитесь, можно ли я свой долг? Вот смотрите, 17 лет существует форум, 17 лет. И многие считают, что форум это что-то такое абстрактное, параллельно существующее, как, я не знаю, там, протуберанцы на солнце имеющие отношение к жизни простых горожан. Но морской фасад, пассажирский порт, Пулково, воздушные ворота Петербурга, автомобильный кластер и так далее и тому подобное, все-таки не знаю, я тут выступлю защитником экономического форума. Может вы не помните, но Популково еще законодательное собрание второго созыва принимало законопроект по поддержке этого строительства еще до этого экономического форума. По поводу морского фасада это большой вопрос, положительный он или отрицательный для города. Поэтому вы примерно как раз привели неудачно. А что касается специалистов, оценивающих, можете посчитать их в независимой прессе. Это финансовые посредники? Атонич, не знаю, морской фасад спорно. Пароходы приходят, паромы приходят, туристы приезжают. Туристы кто? Витамины города. Какой может быть? Я не знаю. Следующий, защитите меня. Хорошо, фу. Нет, с морским фасадом, конечно, Антон Николаевич переборщил. Давайте про фу, переборщил, переборщил. Количество туристов увеличивается, а значит и авторитет, и доходы города должны расти. Все флаги. Так, пожалуйста, Борис Владимирович, ваше мнение относительно итогов формы. По поводу морского фасада я как раз бы с Кремтом Николаевичем поддержал. Я сам житель Васильевского острова, живу очень близко оттуда, испытываю все это на себе, и проблема там не в порции. Да вы вообще страдальцы. Мы страдальцы, но тем не менее, значит, там пролюют не только в порте. Если бы вот только порт, то вот через островцы бы не сильно возражали. Значит, но там ведь еще создание огромного участка, около 500 га, значит, под намыв, под новую территорию, это очень смущает. Если мы начнем разговаривать о том, кто где живет, а кого что не устраивает, то мы тогда перейдем, так сказать, на решение своих личных проблем. Можно я заходить? Меня не так спит из окна, да? На Васильевском острове я житель. По поводу форума, я вот что могу сказать. Значит, я был на этом форуме еще несколько раз не как депутат, а как сам журналист. Я это все видел изнутри. Я могу сказать, что это верхушечка только айсберга. Все соглашения, которые там подписываются торжественно, ну это чисто пиаровская акция. Они ведь готовятся по многу месяцев, а на форуме, значит, только торжественный акт поставить подпись. И далеко не все они реализуются. Чем, наверное, мог быть неинтересен форум, но это происходит там очень редко. Это дискуссии, это новые мысли, значит, это идеи, которые потом влащаются в жизнь. Вот, к сожалению, вот новых идей каких-то, которые бы повлияли бы на нашу жизнь, на этой форуме, на нем слышно очень мало, как мне представляется. Поэтому его полезность, на мой взгляд, не надо ее принадлежать. Ваша позиция понятна, но, однако, вот я говорю, 100 миллиардов водоканалов, это что? Мы не знаем. Жароколовных чисел, а создание агропромышленного комплекса сужарок. Может быть, после этого мы, наконец, узнаем, какая у них заплата. Потому что мы безуспектно пытаемся это выяснить. Отдельный был запрос насчет руководства Доканала. То, что касается дискуссии, она на форуме, безусловно, интересна. Потому что, обратите, даже первые лица государства говорят некоторые очень разные полярные вещи. То есть Кудрин говорит одно, Набибулина говорит другое, кто-то говорит третье по экономическим прогнозам и так далее. Поэтому то, что демократически это важно. Но нас, коммунистов, еще интересуют реальные дела. И вот касательно экономики и касательно всех этих проектов, меня лично интересуют вопросы экономической безопасности. Вот сейчас мы разрабатываем вместе с Кисом закон по поводу инвенционной деятельности. И меня вот интересует то, что нам сейчас все говорят, пускай инвесторы к нам приходят в Санкт-Петербург, пускай заходят. Но меня интересует, как же они потом будут выходить? То есть не создастся ли такая ситуация? То есть одно дело, когда люди вкладываются в бетон, в дороги, в дома, эти активы не вывезти. Но когда люди что-то акционируют, либо когда люди, как, допустим, ряд проектов уже в нашем городе идет под государственные гарантии, что-то строят, то есть они подвесывают на наш бюджет эти обязательства, то потом это становится даже достаточно невыгодно, либо рискованно. И не будет ли потом как-то такой ситуации, что где-то нам возьмут и выведут какие-то активы иностранцы? Вот этот вопрос мы будем обязательно сейчас ставить и в рамках этого закона. Я считаю, что это ваша обязанность поднимать такие вопросы. Константин Дорогич, пожалуйста, вы как экономист, как финансист, вам может быть, так сказать, добавить ложку меда? Ну я просто скажу, что враги форума – это враги народа. А вот так вот. Отскажите завтра от экономического форума в Петербурге, и он будет проходить в Москве, в Нижнем Новгороде, где угодно, его сразу заберут. Там есть экономический форум. Что касается этих новых идей, которые так любит Яблоко, если своих не хватает, ищут чужие. Понимаю, что в Давосе много новых, много новых говорят в Давосе. В Давосе, много новых идей в Давосе, бросьте. Люди собираются, чтобы просто общаться. Почему к этим событиям приурачивают такие важнейшие выступления, контракты? Потому что тут же есть возможность их отсудить, тут же есть возможность договориться о каких-то новых и дальнейших шагах. Что самое главное, что произошло на этом форуме? Было объявлено о том, что наконец-то средства из Фонда национального благосостояния будут расходоваться на нужды людей. Вот главное заявление, которое там звучало. Мы наконец-то начнем строить дороги, мы наконец-то начнем развивать форум. Форум как площадка, как форум, чтобы это озвучить. И потому это и было. Важно не что, важно как, не менее важно. А если бы форумы не было, то не заявили, что ли, об этом? Главные заявления приурочиваются к главным площадкам. И для Петербурга это не просто рекламная акция, такой вот экономический форум. Это, понимаете, это надо понимать и ценить. Не каждый день делают такие предложения. Я бы, Кирилл Иванович, я бы и за рекламную акцию. Чем чаще бренд Петербурга упоминается в мировых сетях, тем лучше. И чем больше первых лист приезжают в наш город, тем лучше городу. Спасибо большое. Очень острая дискуссия вокруг. Как было сказано, Юра, не могу не ответить, как было сказано в этом известном фильме, я это с трибуны ЗАГСа уже цитировал, значит, «Самовы здесь от имени Отечества не выступайте». Оно само разберется, самому кто друг, а кто враг. И с вами разберется, конечно. Небольшое уточнение. Московский форум буквально за несколько недель до Санкт-Петербургского проводится в Москве уже многие годы. Хорошо. А вы, в принципе, Антонич, вы же могли, вы же против Сестрорецкого намыва. Там же были инвесторы, которые организовывают этот проект. Могли бы подойти, у вас была такая возможность, и задать вопрос. Я бы с удовольствием подошел с ними, готов встречаться везде, они от этого отказываются. Но 22 июня я возил школьников, 200 человек, в Брестскую крепость и в Хатынь. Я бы посчитал это более важным, чем поговорить с этими негодными инвесторами, которые отказываются встречаться на площадках средств массовой информации. Ладно, полетели дальше. Очень важный вопрос, если мы будем продолжать тему форума. Вот Виксельберг поднял на встрече с Путиным тему регулирования интернета со стороны государства. Вот я бы хотел ваше мнение очень коротко. С одной стороны, безусловно, надо. Потому что то, что сейчас строится в интернете и в области пиратства, и в области каких-то вопиющих, нарушающих закон информационных трендов, безусловно, надо регулировать. Но с другой стороны, как говорил Виктор Свеч Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Депутаты петербургские очень активную жизненную позицию занимают. Очень активно. Мы все понимаем этот закон относительно запрета, пропаганды, педофилии и прочее. И я вот хочу узнать, не зреют ли в недрах петербургского парламента какие-то инициативы, направленные на регулирование интернета со стороны государства? Да или нет? Или вы абсолютно дистанцировались от этой темы? Коллеги, очень коротко. Знаете, значит, у самой нашей партии, у самого Яблока, эти инициативы, они точно не зреют. Значит, мы за свободу распространения информации. За свободу, максимально. Хорошо, Константин, вам слово. Свобода должна одних не нарушать права других людей. И, конечно, когда люди в интернете вывешивают какие-то непотребные роду человечества вещи, различные извращения и так далее, я считаю, что этого не должно. Должен быть, во всяком случае, поставлен гарантированный барьер для доступа вот этих всяких гадостей наших детей. И поэтому, мне кажется, что в этом плане надо делать определенные шаги. Понятно. Семен Тович, ваше мнение? Нашим мнением нашей фракции... Пусть и так будет, как если. Да. Оно таково, что никакие инициативы не зряют, потому что свобода должна быть. Но в то же время мы категорически поддерживаем те меры, которые препятствуют развитию, я даже не знаю, как назвать эти слова, вседозволенности и непатриотичному воспитанию. Вот такое, знаете, словечко бандитское 90-х годов. Беспредел. 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 Совершенно верно. Ненормативное, литературное, да. Так, ваше мнение, Анатолий, пожалуйста. У меня внук, слава богу, есть, ему из шести лет нет. И я на днях как-то подошел, смотрю, он увлеченно играет игрой на компьютере. Подошел, послушал. А там через слово «ё», «б», «п» и все остальное. Так вот как вы думаете? По-русски, прям по-русски. Взял, нажал клавиши, вышел, никого нет, родители смотрят, прыгают там все, танчики играют. И вот там за кадром голос показывают. Так это вы после этого, как вы думаете, родители и жители, как будут выступать? Рука так и тянется к перу, чтобы написать проект закона. Ему шести лет, а он уже слушает все эти вещи. Согласен, поддерживаю абсолютно полностью. Дмитрий Николаевич, а зачем в такой возрасте его компьютер? Зачем? Так он умеет уже сам. Родители и жители, друзья. Это должна быть уголовная ответственность, я считаю, не административная, вот за такие вещи. Жесткая позиция справедливости России понятна. Константин Иванович, ваше мнение. Вы, как журналист, тоже должны... Я, как журналист, прекрасно помню времена, когда в 90-е годы казалось, что вот можно писать, говорить все, обо всем, и до сих пор, мы еще не избавились от этого, у нас до сих пор можно услышать мат в средствах массовой информации, у нас до сих пор, так сказать, цивилизованным считается, понимаете, пропустить пищалкой или точками, но дать понять, что матом здесь ругаются, это все к чему? У нас, извините, уже по телевизору становятся, понимаете, одни сериалы о том, как убивают, режут, жгут. Конечно, с этим нужно что-то делать. И ЛДПР давно об этом говорит. А уже, кроме этого, есть же просто беззаконие, то, что с авторскими правами мы просто выпадаем из цивилизованных стран из-за того, что у нас творится с авторскими правами, в том числе в интернете. Поэтому это приходится учитывать. Мы заключили международные соглашения, мы являемся, так сказать, неизолированной территорией в мире, и мы идем в тренде того, что происходит во всем мире. Константин Горисович сказал, что происходит в средствах массовой информации и даже в интернете. Начинать надо со средств массовой информации и ликвидировать те передачи, о которых мы все прекрасно знаем, которые ничего, кроме разврата и подлости, не несут. Как телевизионщик не могу вас поддержать, я просто промолчу, без комментариев. Все, коллеги, ваша... Накрошенная реплика только. Вот мне кажется, что единственное, что надо здесь регулировать и чего не допускать, это то, что незаконно. Вот если закон... Да, то, что подпадает под статью «Сжигание национальной розы, терроризм, порнография» и прочее. «Сжигание национальной розы, фаршизм, это расизм». Вот этого быть не должно категорически. Похватились, Борис Лаврович, похватились. А сначала были за полношу. Я всегда за это выступал. Борис Лаврович подкорректировал. Это мой сторонник передачи «Дом-2», вы же понимаете. Я? Кто? Борис Лаврович, вы... Давайте не будем пиарить другой телеканал. Нет, нет, нет. Вы же прощали, за что подходит под действие закона. Передача «Дом-2» подходит под действие закона. Нет, Борис Лаврович сказал, что это личное оскорбление. Но это не «Дом-2», у Петуха, каникулы в Мексике. Да уж как же. Все, коллеги, давай не закрываем. Я и много наших перечислов. Я и другие телеканалы. Сейчас все бросятся смотреть эти передачи, которых вы назвали. Все. Ваша позиция понятна. Самое главное для себя услышал, что в недрах Петербургского парламента пока нет никаких активных, скажем так, инициатив. Вы нас натолкнули на мысль. О-о-о-о. Спасибо вам. Сейчас Антон Николаевич мысли-то заработает. Коллеги, здесь, я думаю, нам надо уйти на рекламу. Пожалуйста, не уходите. Через минуту вернемся. Это программа «Парт-бюро». Это программа «Парт-бюро». Политический форум, на котором мы пытаемся найти ответ на вопрос, кто и как принимает законы, по которым мы с вами живем. Продолжаем наш выпуск. Коллеги, следующая тема очень важна. Вы эту повестку дня сами сформировали. И, безусловно, для каждого петербуржца, который интересуется общественно-политической жизнью, а рано или поздно даже для каждого, кто не интересуется общественно-политической жизнью, эта тема обязательно его затронет и коснется. Я имею в виду начавшиеся сейчас юридические, правовые, политические процессы вокруг такой темы, как изменение генерального плана Санкт-Петербурга. Есть много мнений «за», есть много мнений «против». Была вот эта вот история непонятная с какими-то рабочими документами, которые якобы уже хотели принять на сессии ЮНЕСКО, потом выяснилось, что это лишь... Это другое, это не генеральный плана. Это другое. Хорошо. Изменение генерального плана. На ваш взгляд, насколько актуальна эта тема, или же это конъюнктура, которая очень выгодна для того, чтобы обсуждать и набрать на этой теме очки? Давайте. Изменение генерального плана. Кто начнет? Давайте я начну. Давайте, Борис Владимирович. Давайте. Вы как зампредставитель соответствующей профильной комиссии. Я сам думаю, что эта тема актуальна. Просто по той причине, что наша жизнь на месте не стоит. У нас генеральный план был принят уже почти 8 лет тому назад. Потом через несколько лет его изменили немножко. И сейчас, в общем, уже назрели более масштабные изменения, просто связанные с тем, что развивается наш город. И это надо учитывать в генплане. Поэтому вопрос о том, надо иметь генплан вообще или нет, на этом он не стоит. Надо. Все согласны. Вопрос как? Вот у нас впереди, через пару дней, будет рассматриваться проект изменений в генеральный план. Анатолий Николаевич об этом уже говорил. Для того, чтобы создать этот город-спутник сам Южный. Сам Юга от Пушкина. Мы это не будем поддерживать, скажу сразу. В прошлый четверг у нас в комиссии прокуророхозяйства были очень бурные обсуждения этого процесса. Были целые депутатские самослушания. И я могу сказать, что от этого проекта там просто ничего не оставили. Его растоптали практически. Он не выгоден для Петербурга. Он не нужен. Он экологически опасен. У него масса негативных будет последствий. Борис Лавич, в другой стороны есть другое мнение. Совершенно верно. Естественно, есть. А городу надо развиваться. Естественно, есть другое. Ну куда? Ну давайте на Дворцовом площади же строить там хаузы и прочее. Взять развиваться не в этом направлении, а в других. Хорошо. Так, Борис Лавич, ваше мнение понятно. Ну, Сергей Тович, давайте. Да, ну, Борис Лавич, как всегда, сказал о том, что все плохо. И никаким образом делать этого нельзя. А городу развиваться действительно надо. Другое дело, что нужно выслушивать специалистов и понимать, где те вещи, которые необходимо исправлять, именно в этом плане, а где те вещи, которые нужно поддерживать. А вы предлагаете, вы сказали, вот сейчас, и вот городу нужно развиваться, здесь нельзя, нужно в другом направлении. А в каком направлении хотите развиваться? А давайте подумаем. Да, вот давайте на север возьмем. Так я вам сейчас приведу массу фактов и примеров, которые говорят о том, что действительно надо развиваться на юг, поскольку там поля, степи, так сказать, причем не засаженные различными... Сергей Тович, до самой Москвы! До самой Москвы! На юге от Петербурга это хорошо. Ну, не степи, поля, так сказать, не засеянные, да? И вместо того, чтобы внимательнейшим образом выслушать все доводы за или против, мы здесь по телевизору говорим, что это уже изначально негодный план. Да, действительно, там есть отрицательные вещи. Так вот, мы должны с помощью специалистов разобраться и их устранить. А то, что развитие необходимо, это однозначно. Спасибо. Константин Ильич, ваше мнение? Ну, я бы сказал, что мы не просто делаем, мы этим занимаемся. Мы занимаемся, занимаемся днем и ночью, разбираемся. Но меня беспокоит... Вообще, вот, если проехать сейчас по кольцевой дороге, то зеленые вот эти легкие нашего города сокращаются. Везде уже начинаются дома и беспорядочно начинаются. То там новая Охта, дальше еще, дальше что. Тут должна быть действительно, я согласен, какая-то система. Если развивать, то туда точно как. А так, уже Ленобласть, как это все коррелируется, берет сама по себе, с нами не согласованно, и пристраивает поближе, поближе к городу от себя. Да, там прописка областная, но это недвижимость дороже, чем где-то там, в другом конце Ленобласти, там, за Ладогой, понимаете? А тут все к нам. А нам дышать уже от этого нечего. Поэтому давайте выработаем, да, единое решение, куда, в какую сторону будем развивать. Ну, есть какое-то понимание, да, куда все-таки двигаться, чтобы не было вот таких вот ситуаций, когда другой субъект Федерации отщипывает от нас зеленые легкие, и это приводит... Я бы сказал по-ленински, в споре рождается истина. И сейчас идет серьезный спор. Спасибо, спасибо, пожалуйста. Не всегда в споре истина рождается истина. Ваша позиция в этом плане очень известна, давайте озвучите ее еще раз. В части генплана скажу, что, конечно, любой генплан лучше, чем нет никакого. Причем было широко заявлено при принятии генплана, что мы в течение трех лет вообще не будем его трогать, генплан. Результат не прошло нескольких месяцев, начались изменения. Причем эти изменения касаются отдельных проектов, которые кто-то пролоббировал. А вот комплексного видения развития города до сих пор нет. Единое с целым. Нет, да. А ведь он развивается, неправильно развивается, мы считаем. Он не ввысь должен развиваться все-таки, а растекаться по территории. Это сегодня стратегические направления развития всех городов, с тем, чтобы не было пробок, не было транспортных коллапсов. Потому что если точки, тем более без социальной инфраструктуры. И когда сегодня мы говорим о городе Южный, мы эти проблемы и затрагиваем. И экологические, и историко-культурные, и в первую очередь еще и финансовые. Поскольку если это частный проект, друзья, так пусть этот частный проект занимается частными инвестициями. Но в город собираются вложить десятки миллиардов рублей, подо что? Мы еще не знаем, подо что. Или другой проект на селе. Вот намыв территории, о которой я говорил. Это вообще без всяких техник экономических обоснований, экологических подписываются, согласовываются. И потом уже задним числом вносятся изменения в генплан. Намыв, я думаю, это отдельная большая тема. Вначале, наверное, надо генплан каким-то образом изменить, а потом уже проектом переходить. А у нас проект уже полным ходом идет. А мы собираемся генплан менять. Через два дня вот как раз и будет. Он уже идет. Константин Иванович, ваши слова. Изуродованный Крестовский остров, дорога проложенная через удельный парк, которая рано или поздно должна быть. Вот ваш генплан, господа. Вот все, чего мы наработали за эти годы. И если говорить всерьез о том, как развиваться городу, то сегодня спор идет о том, давайте еще кусок отрежем под те или иные новые районы. Здесь давайте прирежем под намыв. А генпланер ли этот разговор? Генплан это объединение Петербурга и Ленинградской области. Создание нового субъекта федерации, объединенного. И вот развитие в этих границах и приоритеты. Большой Петербург. Вот это генплан. А сегодня там завтра, вот мы будем спорить об этом Южном, мы будем строить Анамыри. Извините, это все уже споры вчерашнего дня. Город изуродован, безнадежно. Если мы этому не поставим заслон, а это можно сделать только объединением города и области. Все остальные усилия. Мы не решимся. Мы не решимся ни в Кудрово строить, малоэтажную застройку ставить. Мы не заставим, так сказать, застройщиков, они будут лоббировать и продавливать высокоэтажную застройку, понимаете, на всех поступах к Петербургу. Костя Ильич, все, минута. Ничего не решили. Ваша позиция понятна, но я полностью не согласен с вашей оценкой относительно безнадежности. В этом плане, москвичам, то, что с их городом сделали, там вообще уже пора. Объединение города и области, новый генплан, вот в чем выход. Все остальное не решит проблему. Ну, давайте посмотрим. Это поведенная афера. Объединение города и частейший со всех точек. Подождите. Из политических, экономических, экономических. Афера, это репутаты наших афер, господа, все налицо. Нет, это ваших. Наших, наших, на ногах. Константин Эдуардович, в которых вы принимаете непосредственно участие, как председатель финансового комитета. Все принимаем участие. Поддерживая их, кстати. Все принимаем участие. Анна Ильич, вот это очень верное замечание. Не ваших, а наших. Все и вашей фракции. За внесение в генплан дороги через гудельный парк, извините. За нам из территории, за южный город. Подождите, а где вы голосовали за внесение этой дороги? Не надо путать. Те какие-то локальные моменты. Генплан менялся только один раз. И там частично. Частично, да. А до этого, по одному из районов там. А до этого генплан никто не трогал, и никакие изменения в него еще не вносились. Они не могут быть физически внесены, потому что существует определенный алгоритм изменения в генплан. В 8-м году дорогу через удельный и внесли. Спасибо. Тогда и внесли. Юра, один точный ответ. Переходим, уже детализируем, уже пошли вот такие локальные вопросы. Как раз вот, значит, в эту комиссию, которая занимается изменением генплана, значит, я предложу поправку, чтобы эту магистраль 7 из генплана было убрать, которая идет через удельный парк. Но пока мы ничего не сообщали, ее рассматривали. Борис Иванович, это уже пошли такие вопросы, достаточно детальные. Вычислить магистраль, со мной номер 7 из генплана, проходящий через удельный парк. Единственное, что я вижу, и с чем я полностью, и вы, надеюсь, со мной тоже согласитесь, я вижу искренних, неравнодушных, болеющих за то, что будет с Петербургом, людей. Ваши лица, уважаемые депутаты. Кто-то за, кто-то просит, но это абсолютно точно. Борить не будет. Коллеги, полетели дальше. Давайте вот что сделаем. В каждом выпуске есть такая рубрика «Вокс Поп Юла Вокс Дэй. Глаз народа, глаз божий». Очень важно слушать и слышать, что говорят избиратели. Я знаю, что на этой неделе будет последнее этим летом заседание. Вы уходите на каникулы. Нет, не все, во-первых, уходят на каникулы. Не все, не все. Мы сейчас как раз обсудим. Вот мы вышли на улицу, покинули эту душную студию, вышли на улицу и спросили петербургцев, вот какое бы задание на лето они бы дали депутатам. Что вот нужно, чем нужно вам заняться, на что нужно обратить внимание. Давайте это посмотрим, и вы запишите как домашнее задание. Мотор. Хотелось бы, чтобы депутаты рассмотрели проект закона о концентрации, о допустимой концентрации приезжих. Им нужно подумать о транспортной системе, чтобы не было у нас пробок. С нулем промиле как-то вопросы решать. Пусть будет больше детских садиков. Поближе к дому. И поближе к дому, к каждому. Ой, не знаю, ну пусть они к первому сентября подготовятся тогда, раз что-то важное. Пусть летом подумают о создании закона, который бы усиливал ответственность за соблюдение закона. Да пусть отдыхают, потом все домашние задания. Какие задания в отпуске? По последнему мнению, я смотрю, понравилось абсолютно всем. Нет, вы в целом согласитесь, что вопросы, которые были поставлены, вот здесь витают в воздухе. Это очень важно, да, созвучи того, о чем думают люди и о том, что мы обсуждаем здесь в студии с депутатами. Проблема с мигрантами, проблема детских садов, проблема... Устройство школы. Образно говоря, да, устройство школы. Закон, который требовал бы соблюдения закона. Кстати, как вы летом собираетесь провести? Отдыхать куда-нибудь? Бориславович, вы, наверное, на Багамы поедете или на Бали? Я не знаю. Ну, по вашему... Я бы заинстанил, я бы заинстанил. Я бы заинстанил, я бы заинстанил в Америку. Дайте ответить, Бориславович. Я буду работать в течение июля, в самом августе, на пару недель, саму еду немножко отдохнуть и сам подлечиться в области Ленинградской. Понятно. Очень надеюсь, что попаду в санаторий. Спасибо. Мы тоже вам желаем удачно попасть в санаторий. Пожалуйста, ваши какие планы на лето? Я остаюсь вместе с Константином Эдуардовичем работать над бюджетом. Бюджет? У вас и да, бюджет 2014 года. Вот кому не повезет, так это Константин Эдуардович, ему все ли это работает? Ну, хочу сказать, что остаюсь из нашей фракции не только я. Мы в этот раз подошли мобильно, нас всего 7 человек, но у нас всегда будет на летний период 4 из 7 депутатов здесь, чтобы мы могли быть мобильны и так далее. Особо нас беспокоит, опять же, мы тут сходимся с Константином Эдуардовичем, все-таки подготовка к школе, потому что в том законе, который... Мы принимаем сейчас, есть спорные положения, непонятно, продленка платная, неплатная у нас будет что, и, конечно, бесплатные услуги нам важно сохранить для наших детей. Простите за дилетантский вопрос, это закон федеральный? В рамках федерального мы сейчас принимаем региональный закон, чтобы получить финансирование, и потому что это очень важно, мы и так уже подзадержались, потому что все выверяли. Смотрите, уже не заканчивается, июль-август, 1 сентября есть. Да, вот в этом заседании мы принимаем... Очень интересно, в следующей передаче обязательно затронем эту тему. Следующий, у «Единой России» планы на лето? Вы имеете в виду «Единой России» или «Мои»? Вас в лице «Единой России» в вашем лице. Вы «Единой России» не видели. Вы Николай Второй. Вы помните, да, что я являюсь заместителем председателя, а посему в моем положении необходимо исполнение обязанности председателя на период его отпуска. Понятно. Ну, а второй момент – это работа, естественно, со всеми комитетами, комиссиями. И третий момент – друзья зовут в Карелию. На байдарке. Недельки. Ну, не на байдарках, но, по крайней мере, в леса посмотреть, отдохнуть, там, гонки, трофи на автомобилях. Долго будет, Карелия снится, волшебный край, полностью вам, вас поддерживаю, завидую. Так, Анатолий, сейчас очень коротко ваши планы, планы. Ну, во-первых, никуда не денешься, бюджет будет в какой-то форме. Все, все, бюджет. А Касаи Эдуардовича мы и не спрашиваем. И второе, конечно, безусловно, это вот закон образования, негодный в системе, в своей системе, на федеральном уровне, неоднократно требовали снятия министра образования, вообще изменение этой системы образования, СЕГ и всего остального. Но это федеральный уровень, наш, хоть каким-то образом подправить за это время тот закон, который представлен, который дает нам право. А сам я хочу съездить, конечно, в июле месяц надо скомпоновать, головля половить на кузнечика, это в средней полосе России. Головля на кузнечика хорошо ловится? Ну, иногда хорошо, иногда не очень. А почему именно на кузнечика, других видов? Ну, потому что кузнечик в это время вырастает большим, поэтому на кузнечика. Какой? Такой? Да, вот такой. Слушайте, какая интересная, какая интересная тема. Ну, ладно, мы ее не будем обсуждать, вернемся к более важным делам. Костя Ильич, ну, если хоть не добавить, мы все знаем. Нет, нет, нет. Мы поработаем над бюджетом летом, а еще внимательно посмотрим, кто куда из наших коллег съездит. Вот, потому что это легко, послушаешь, прямо за границу не ездит никто, не верим, мы ЛДПР во всем сомневаемся, проверим, проверим. Вот так сказали, за кузнечиками, а сами ответят за кузнечиками. Он вообще не ездит. Такие неливные все. Прямо удивительно, кто летает на самолетах аэропорта. Ну, что, поживем у них. Придется поспорить с вами. Придется поспорить, да-да-да. Вот у нас еще две темы. Кузнечиков. Сейчас, да? Насчет заграниц. Давайте все-таки немножечко отормимся от этой увлекательной темы про кузнечиков и Головля. Давайте, у нас еще две важных темы. Это вопрос с мигрантами и ЕГЭ. Вопрос с мигрантами действительно. Вот Сергей Семенович Собянин, ныне кандидат на пост мэра, заявил о том, что нам нужны профессионалы. Те, которые приезжают и делают дело. Высококвалифицированные специалисты. Если таковыми они не являются, то им лучше сидеть дома и быть семьей. Это заявление восприняли в штыки. Интернет взорвался. На Собянина обрушилась целая гроза критики с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, его хвалили. А кто взорвался? Ну, взорвался есть определенная, скажем так, аудитория. Одни и те же люди в ограниченном количестве. Ну, для Питера, я думаю, тема не менее актуальна. И вот я хочу узнать. Вопросы, связанные с трудовыми мигрантами. Будет в повестке дня в законодательном собрании ближайшую осенью или когда? И как вы на это смотрите? Очень коротко. Поехали по минуте каждому. Борис Владимирович, с вас. Я сам думаю, что они будут. У нас повестки, собственно, есть. Но вот мы считали, считаем, что эта проблема является экономической. На этом делаются очень большие деньги. Нет, так они и в городе на этом делаются. Очень-очень большие деньги. Значит, на этом труде этот труд во многом нелегален. И, значит, мне кажется, для того, чтобы решить эту проблему, для начала можно делать одну очень простую вещь. Имеется организация, если эта организация, она имеет желание этих людей сам взять себе на работу, значит, она должна, во-первых, их обеспечить какую-то возможность, чтобы нормально бы жить в человеческих условиях. Значит, это первое. Пусть она пойдет, для них это же ее где-то снимет тоже законно. А она читала второе, что она бы оплачивала их труд только легально. Вот посмотрим, при этих двух условиях изменится у нас ситуация, нет. Я думаю, что изменится все очень серьезно. А мне кажется, Борис Владимирович, надо просто понизить квоту или зафиксировать эту жесткую квоту, и все. И все станет на сами ста. Уже и соблюдает это. Так, поехали. Константин, вам, ваша позиция. Ну, мигранты, они есть легальные и нелегальные. То, что касается нелегалов, законодательное собрание сейчас выдало огромный блок законопроектов, в том числе повышающих штрафы и так далее, ужесточающих режим. Это, конечно, колоссальное число у нас, по нашим подсчетам, которые уже официальные лица тоже признают, около 700 тысяч в Санкт-Петербурге нелегалов, так или иначе, тут задержавшихся. То есть это очень серьезно. Почти миллион. Европа уже проиграла этот бой. Ну, мы знаем, какие истории с Парижем, да, в Афрации. И нам главное сейчас, в этом плане, я считаю, что мы серьезнейший форпост, не просто в Северо-Западе, а в России, именно по идеям и так далее. И вот этот блок мы отправили в Государственную Думу законопроектов. Все. Всеми общими усилиями. То, что касается легальных, опять же, я согласен, то, что нужно все-таки повышать налоги, чтобы не было искушений. Но одно исключение. Я считаю, что белорусы пускай приезжают и работают. Это наши братья-славяне. Ура. На то мы говорим. Всего доброго. Ребята, коллеги, очень мало времени. Мнение абсолютно однозначное. Проблема серьезнейшая. Ее надо признавать на самом высочайшем уровне. И говорить совершенно четко, разделяя две вещи. Легальные мигранты, нелегальные мигранты. Еще нужно совершенно четко иметь политическую волю. Может быть, делать таким образом. Не говорить о том, что все легальные мигранты имеют право приезжать сюда и ассимилироваться, поскольку они не ассимилируются. За короткое время, совершенно четко, на периферии Санкт-Петербурга, в анклавах, начинается уже, так скажем, скопление этих людей, которые начинают, они не принимают нашу культуру российскую, они живут по своим законам. Вполне в пригородных поселках, вернее, в поселках, которые входят в черту Ленинграда, появляются люди, которые только паранджу не носят. Они ходят уже в нормальных своих одеждах. И так далее. Мы должны это понимать и принимать. В общем, Алексей Сергеевич, по-моему, видно, насколько вас волнует эта семья. В отличие от Яблока, мы считаем, проблема не экономическая, а политическая. Государство стремится к тому, чтобы или свои рабочие силы обеспечить, или импортно, импортно-замещением. Поэтому здесь не видно политической воли пока что в этом вопросе. Во-вторых, не надо надеяться на то, что к нам поедет высококвалифицированная рабочая сила. Где вы найдете на окраинах высококвалифицированных авиационных инженеров, космических, космических, другого? Их нет, врачей еще нет. Это только русскоязычное население, русскоязычное население из тех республик. Их давно надо сюда. Кроме того, по белорусам, я объединяюсь на это союзное государство, они не мигранты вообще. Не зажимайте, эсеры, не зажимайте ЛДПР. Дайте ЛДПР дать слово. Я считаю, что Единой России надо взять на себя ответственность за сложившееся положение. При ком это все возникало? Как это? А теперь надо меры принимать. Вы ответственность на себя за это возьмите. Вы начинаете утомлять, уважаемый Константин Иванович, потому что вы все с трибуны говорите одно, а на самом деле делаете другое. А голосуйте по-другому. Нет, не, не, Константин Иванович, я с вами обстоятельствую. Это не проблема Единой России. Если мы что-то делаем, мы берем за себя. Это не проблема Единой России, это не проблема Капурова, это наша общая проблема, это вполне очевидно. Мы против мигрантов, и все знают, что мы за то, чтобы русскоязычное население, бывшие наши соотечественники, стали нынешними, чтобы для них были максимально льготные условия возвращения на родину. Знаешь русские, хочешь жить в России. Законных проекта вы в этом плане вообще внесли в Государственную Думу? Вносим регулярно, говорим. Они поднерживают Единой России. Не едином. Один. Камера на меня, камера на меня, двойка на меня, пожалуйста. К сожалению, нас уже выбрасывают из эфира. Да, мы собирались еще обсудить ЕГЭ. Это была программа «Парт-бюро», смотрите нас по понедельникам. В следующий раз мы встретимся 8 июля. Это был Юрий Зинчук. До встречи, мы хотим знать, кто и как принимает законы, по которым мы живем. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова